В эфире телеканала Бобруйск 360. Итоги недели. С вами Мария Бересневич. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Ажиотаж на медицинские маски. Коронавирус вызвал повышенный спрос на средства защиты. Как обстоят дела в Бобруйске, покажем. Наша история и боль. 15 февраля 2020 исполняется 31 год с момента вывода советских войск из Афганистана. Оценка на уровне Министерства информации. Работу медиахолдинга «Бобруйское житё» отметили на областной коллегии. Велодорожек станет больше. Бобруйчане сами смогут подсказать их маршруты. Пронести любовь сквозь года. Пара из Бобруйска делится секретами семейного счастья. Также в итогах недели. Уикенд в Минске. Белорусская столица снова в туристических рейтингах. И авиакризис. Впервые за почти 60 лет «Боинг» не получил заказов на самолеты. Повышенный спрос или настоящий ажиотаж в Китае, Гонконге и Сингапуре местные жители по несколько часов проводят в очередях. Все дело в том, что в аптеках и магазинах они надеются купить нужное количество масок. Для этого порой приходится обойти множество торговых точек. На фоне сферепствующего коронавируса спрос на средства защиты начался и в других странах. В том числе и в России, как обстоят дела в Беларуси, и стоит ли бить тревогу, разбирались наши корреспонденты. Китайский коронавирус продолжает распространяться. Этот факт у многих вызывает панику и желание защитить себя от возможного заражения. Ситуация привела к возникновению огромного ажиотажа вокруг обыкновенных медицинских масок. Товар в прямом смысле слова сметают с аптечных полок. В некоторых китайских городах он настолько пользуется спросом, что его попросту не найти. И это с учетом того, что для жителей Поднебесной в борьбе с загрязненным воздухом такое средство защиты – привычное дело. Как доказательство видео, снятое белорусами в Пекине. Пришли покупать маски, а их разобрали. СМИ периодически сообщают о нехватке и в других странах Азии и Европы. В отдельных резко взлетели цены, а в Южной Корее ввели уголовное наказание для спекулянтов, скупающих маски. Дефицит наблюдается и в некоторых магазинах США и Канады. Тем временем российский президент заявил, у аптек, которые повысили цены на противовирусные препараты и маски, следует и вовсе отбирать лицензии. Как итог, пока одни боятся заболеть, другие преследуют корыстные цели. В Беларуси же ситуация гораздо спокойней. Как правило, если и есть ажиотаж, то в столице, но опять же среди приезжих из Китая. И то, что периодически говорят, что не хватает масок, это касается, в первую очередь, коммерческих аптеках. И здесь вопрос не нехватка, а вопрос экономических интересов. Маска стоит очень дешево, на ней много не заработаешь, и частные аптеки в своем ассортименте предпочитают их не иметь. В аптеках государственная форма собственности, масок в достаточном количестве. Бобруйск – дежурная аптека на интернациональной. Специалисты отмечают, здесь повышенный спрос на маски наблюдается, но без ажиотажа. Впрочем, как и на противовирусные и обезболивающие препараты. Если сравнивать с 2009-м, именно тогда бушевала эпидемия свиного гриппа. Скупающих изделий имеет назначение было в разы больше. При этом стоимость на ныне актуальный товар весьма приемлемая. Колеблется от 18 до 67 копеек. Наше предприятие в этом году создало запас необходимый двух-трехмесячный для того, чтобы обеспечить всех желающих для приобретения масок. У нас в настоящее время есть маски и номером один, и номером два, и номером три. То есть каждый желающий может и себя обезопасить, и своих близких. Чтобы и в дальнейшем исключить дефицит, некоторые предприятия страны получают заказы на производство марлевых повязок. Одним из них стала и наша знаменитая славянка. К слову, для фабрики это не инновация. Подобную заявку здесь выполняли 11 лет назад, опять же во время эпидемии. На данный момент над кропотливым спецпошивом трудится 400 человек. Плановый выпуск потока – 80 тысяч штук в день. Благодаря тому, что мы уже производили маски, мы первыми в Беларуси получили на данный момент разрешение на производство и реализацию медицинской продукции, в частности масок. Поэтому вот организации начали делать заказы именно нам в первую очередь. От предприятия «Белмедтехника» на 300 тысяч штук. Первая поставка этих масок уже была осуществлена на прошлой неделе. Сейчас производство продолжается и отгрузки происходят согласно графику. Мы получили заявку еще от одной организации на 50 тысяч масок. То есть производство будет продолжаться, пока будет в этом потребность. Убедиться в достаточном количестве масок поможет и приложение «103бай». Программа покажет, где и за сколько можно приобрести нужный товар. Но пока же медики обращают внимание, марлевая повязка не гарантирует защиту от коронавируса. Она лишь способна снизить риск заражения. Куда эффективнее будет придерживаться правил личной гигиены – не забывать мыть руки, не пренебрегать дезинфекцией, избегать контактов с больными. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Могилев на неделе стал дискуссионной площадкой. Здесь прошла итоговая коллегия главного управления. Ознакомиться с наработками в социальной сфере системы ЖКХ, общественных организаций, профессиональных союзов и СМИ региона участники могли во время работы площадки справедливое отношение к людям и справедливое решение вопросов основы работы органа власти. В коллегии приняли участие министр информации Александр Корлюкевич, заместитель председателя Могилевского облсполкома Валерий Малашко, начальник главного идеологического управления администрации президента Ольга Шпилевская и начальник управления социологических исследований информационно-аналитического центра при администрации президента Владимир Литвинович. Глава ведомства во время общения с журналистами затронул тему встречи президента с представителями СМИ. Он отметил, что авторитеты издания формируют качество, предлагаемое читателям информации. И мне запомнилась, сирот у всего инших, одна такая фраза, что, в принципе, повестку дня формируют не все. Справа не в колькости информационных потоков, не в колькости информационных поведомлений, а в якостном выкладании этой информации. И якость она допомагает здобувать авторитет. А это относится и аналитической информации, и аналитичных экспертных публикаций в разных ресурсах, в разных социальных сетках. Тому требует звертать великую увагу на это, и интернет-контент, и контент телевизионных сродков массы информации, и он безумовно залежится от сместу. Именно от работы идеологической вертикали, от того, как четко она работает, как слаженно она работает, зависит настроение общества. То есть идеолог, он должен быть человеком чувствительным и чувствовать настроение общества, и чувствовать градус, где он повышается, где он понижается, такой термометр, барометр своеобразный. И вовремя понимать, где какую работу нужно проводить, для того, чтобы мы продолжали жить в мирной, спокойной, процветающей стране. Опытом работы делилась и генеральный директор Бобруйска-Громаша. Надежда Лазаревича рассказала о роли руководителя в организации идеологической работы на предприятии. А министр информации отметил успешный опыт работы медиахолдинга «Бобруйское житё», который объединяет газету, телевидение, портал и ФМ-радиостанцию. Эти методы выстраивания деятельности стоит обсуждать и перенимать. Для этого в Бобруйск планируют направить журналистов и технических специалистов редакции страны. В целом, подводя итоги 2019-го, была отмечена результативная системная работа идеологической вертикали и определены основные задачи на 2020-й. Интернациональный подвиг. 15 февраля – памятная дата в истории страны. В этот день, в 1989 году, завершился вывод советских войск из Афганистана. Кабул, Герат и Кандагар – больше 9 лет войны и 771 погибший белорус. Люди, которые своими ногами шагали по войне и своими глазами видели все её ужасы, вновь собрались вместе накануне. В эти дни особенно важно анализировать события тех лет, ведь они во многом влияют на ситуацию в мире и сегодня. Воспоминания солдат войны Максим Кембель собрал в дневнике Афгана. Начало 1979-го. Афганистан охвачен гражданской войной. Советское правительство принимает решение о вводе контингента на территорию Исламской Республики. 25 декабря. Войска перешагнули государственную границу. Началась почти десятилетняя дорога войны. Кандагар, Кабул и Герат. Тысячи погибших, прокляты матерями груз, 200 и сотни подвигов. Долгожданный 1989-й и приказ о выводе 40-й армии из страны. 15 февраля 2020 года исполнился 31 год с момента вывода советских войск из Афганистана. В эти дни особенно важно анализировать события тех лет, ведь они во многом влияют на ситуацию в мире и сегодня. Воспоминания солдат войны мы постарались собрать в дневнике Афгана. До свидания, Афган, этот призрачный мир. Не пристало добром поминать тебя в роде, но о чем-то грустит боевой командир. Мы уходим, 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 уходим. С тех пор, как и последняя военизированная колонна проехала по мосту через реку Амурдарья, прошли десятки лет. Афганистан для многих стал точкой невозврата, но имена героев не потеряны и не забыты. Сергей Чеботарев, автор первой страницы дневника. Во время войны был командиром огневого взвода 122-го мотострелкового полка. Проходил службу в Исламской республике с 81-го по 83-й. Для него это два незабываемых года, которые стали мерилом всей последующей жизни. По признаниям самого Сергея, он рвался в Афган с 1979-го, сразу после окончания военного училища. Слава и героизм тут ни при чем. Подполковник в отставке считает, война была как никогда полезна советской армии. Что такое Афганистан? Это получить, ну, бесценный опыт ведения боевых действий. Реальный. Не то, что на учебниках, не то, что на конспектах учиться, а учиться тому, что действительно необходимо в боевой обстановке. Листаем дальше наш дневник. 12 декабря 1988-го. Афганистан. Пригород Кабула. 59-я бригада материального и технического обеспечения. Рядовые сержанты и прапорщики готовят колонну для выхода в назначенный район. На потертых времени кадрах можно увидеть нашего героя. В 88-м молодого офицера, а сейчас подполковника в запасе Юрия Сытника. На видео, по словам воина-интернационалиста, не просто дорога, а сотни километров жизни, на которой были и обстрелы духов, и минуты паники. Штат, 40-я армия, она развернута по штату военного времени. То есть мы жили в мирное время, где штат военного времени. Опыт, во-первых, боевых действий, то же самое, ну, мы уже были, я уже был как бы уже наработанный, был опыт. Опыт от стрела, выходить из-под обстрела колонн. А вот третью страницу дневника Афгана написали учащиеся Бобруйского государственного аграрно-экономического колледжа. Ребята подготовили концертную программу для воинов-интернационалистов. Через песни, танцы и стихи они сказали спасибо за их великий подвиг. На мероприятие были приглашены люди, которые не понаслышке знают о той войне. Разведка, пехота и автомобилисты. Для них слова благодарности и цветы, ведь все они герои. Это боль для нас в первую очередь, потому что когда погибали наши товарищи, друзья, знакомые, близкие, это боль, это больно. Гордость за мой батальон разведывательный, за то, что он прошел славный боевой путь с минимальными потерями. Друзья, во-первых. Дружба, выносливость, сила воли, которая впоследствии здесь, когда уже пришел домой, она гражданка очень сильно помогла. Кульминационным моментом в череде мероприятий, посвященных Дню вывода советских войск из Афганистана, стало возложение цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Свидетелям той войны, которая продлилась 9 лет и 10 месяцев. Сейчас Бобруйские районы проживают в 838 участников боевых действий в Исламской Республике. А тем, кто не вернулся, вечная память и низкий поклон. Беларусь помнит и всегда будет помнить солдат и офицеров, которые прошли через суровые испытания, проявили самоотверженность и отвагу в горячих точках планеты. Цена этого жестокого противостояния, тысячи жизней молодых ребят, реки слез сломленных, горе матерей, вдов и детей. Память об утрате навсегда останется незаживающей раной для нашего народа. Являясь образцом мужества и чести, воины-интернационалисты стали символом верности, присяги и воинскому долгу. Ими гордятся ветераны Великой Отечественной, на них равняется молодое поколение. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Почему служить в армии престижно? Насколько планируют сократить сроки летних отключений горячей воды? И где предпочитают проводить уикенд россияне? Сейчас коротко о главном за неделю. В Беларуси примут дополнительные меры по социальной защите военнослужащих. Указ подписал президент. Срочники и резервисты подлежат обязательному государственному соцстрахованию. Это засчитает страховой стаж, необходимый для определения права на трудовую пенсию. Предусмотрены дополнительные льготы для подготовки к поступлению в учебные заведения, а также преимущественное право выбора места работы при распределении. Кроме того, за членами семьи военнослужащего на весь период срочной военной службы сохраняется право пользования жилым помещением государственного жилфонда. Также в стране вступило в силу постановление Минобороны и Минздрава. В документе уточнили критерии годных к службе. Список стал больше. Сроки летних отключений горячей воды планируется сократить в Беларуси. Такой ответ на интернет-петицию дал первый заместитель министра ЖКХ Геннадий Трубила. Все дело в том, что белорусы нередко жалуются на подобные неудобства, которые, как правило, длятся две недели. Однако в будущем проблема будет решена. Минимизировать количество дней поможет переход на предварительно изолированные трубы, уверенный в МинжКХ. Минэнерго уже разработала изменения в правила подготовки к отопительному сезону. Они предусматривают сокращение сроков отключения горячей воды на проведение профилактических и ремонтных работ. Это касается всех городов республики. Граждане, которые приходят на прием к судебному исполнителю, смогут вести аудио- и видеофиксацию, не спрашивая разрешения. Это позволит повысить уровень взаимоотношений между должностными лицами и гражданами, а также будет дополнительной профилактической мерой по предупреждению возможных коррупционных правонарушений. Белорусская столица снова в туристических рейтингах. На этот раз Минск попал в тройку самых популярных у россиян городов для празднования предстоящего Дня Защитника Отечества. Наши соседи в этом году отправятся на три выходных дня и вновь готовы провести уикенд в Минске. Об этом сообщает одно из туристических агентств. Оно оценило уникальность праздничных событий на пространстве СНГ. Помимо белорусской столицы, самые интересные события предложат Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Керчь, Мурманск, Волгоград, Смоленск и Тула. О будущем бобруйского спорта. Непревзойденные рекорды, высокие результаты и быстрые минуты победы спортсменов – это не только личные успехи, но и имидж города и страны. И порой он играет во многом большую роль, чем политика и дипломатия, поэтому власти уделяют этому вопросу огромную роль. 2020 год – Олимпийский. Летом лучшие атлиты со всего мира соберутся в Токио, чтобы бороться за высокие награды. Ну а пока до главного старта четырехлетия еще есть время, в Бобруйске подвели спортивные итоги 19-го и поставили планы на 20-й. Сегодня более 140 спортсменов города входят в списочные составы национальных и сборных команд Республики Беларусь. Сегодня в городе все специализированные учебно-спортивные учреждения имеют собственную спортивную базу. Это очень важно. Задачи на 20-й год также поставлены максимально сосредоточиться на экспорте туристических услуг. К нам возвращается большой футбол в этом году. Как вы уже поняли, тема разговора – спорт. Очень важная и прибыльная, ведь это здоровье нации, воспитание у подрастающего поколения ценных личных качеств, эффективная народная дипломатия. Высокие достижения атлета во многом определяют престиж страны. Вот почему развитию сферы уделяется огромное внимание со стороны и руководства города, и спортивных функционеров. В честном разговоре были подведены итоги 19-го и озвучены задачи на 20-й год. Но обо всем по порядку. Из наиболее знаковых событий, конечно, я бы хотел рассказать 19-й год. Это, безусловно, вторые европейские игры. Вы знаете, но я хочу все-таки повториться. 15 бобручан представляли семь видов спорта, и мы завоевали там пять медалей. По словам Михаила Михайловича, на 2020-й были определены 24 приоритетных вида спорта. Но тут мы думаем, нужно сделать оговорку. Это не значит, что только им будет уделяться огромное внимание. Все битвы с исключением получат материальную поддержку. В том числе и футбольный клуб Белшина, который в этом году начнет сезон высшей лиги. Какая же задача? Понятно, что город окажет финансовую поддержку, изыскиваемые все средства. В том числе и субъекты хозяйства, не все крупные города. Это и горе с полком, и субсидии, которые будут выделены для того, чтобы поддержать эту команду. А задачу какую ставим? Это самое главное, ей закрепиться в этом сезоне. Не обошли стороной и вопросы, которые волнуют самих бобручан. Это и обустройство спортивных и игровых площадок, дворовых территорий, обновление велодорожек и их маршрутов. В целом, инфраструктура, которой владеет город, одна из лучших в стране. К нам приезжают на сборы команды, как из ближнего, так и дальнего зарубежья. Но все же первостепенным остается здоровье горожан. Действительно, бобручане сегодня стали более серьезно относиться осознанно к своему здоровью. Мы это вот, те специалисты, кто работает в отрасли, мы это видим. То есть люди абонементы выкупают и в плавательные бассейны, в первую очередь, игровые залы, тренажерные залы, велосипеды, ролики, скандинавская ходьба, вы видите, тоже в Бобруйске получила развитие. Функционер, отвечая на вопросы журналистов, обратил особое внимание на то, что любовь к здоровому образу жизни начинается с каждого из нас. И город будет всячески помогать в этом. Но общение со СМИ в формате диалога будет полезно всем. То, что вот в таком формате произошла, как сегодня, встреча, это здорово. Средства массовой информации должны и о хорошем писать, в первую очередь, о больших результатах спортивных освещать, но в том числе поднимать и острые проблемы, которые также были сегодня озвучены. Мне приятно было, что отслеживают, интересуются не только спортом в высшем достижении, но и массовой физической культурой. Итоги подведены, планы намечены. 2020-й особенный год в спорте. Летом в Токио пройдут Олимпийские игры. И нельзя не отметить, с 1994-го в обручании неизменно входили в сборную команды страны для участия в главных играх четырехлетия. Загадывать результаты мы не будем, просто пожелаем нашим спортсменам удачи и спортивной фортуны. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. И вот успехи не заставили себя долго ждать. В эти дни в Италии проходит чемпионат Европы по борьбе. Две представительницы Бобруйска накануне поднялись на пьедестал почета. Ванесса Колодинская завоевала золотую медаль. А Ирина Курочкина стала обладательницей бронзы. Поздравляем наших спортсменок и желаем новых побед. Такого не было никогда. Впервые за 90 лет золотой статуэткой главной кинопремии наградили фильм на иностранном языке. Картина «Паразиты» рассказывает о бедной корейской семье, которая необычным способом решает изменить свое финансовое положение. Чем еще запомнился «Оскар-2020»? Подробности далее. «Боинг» переживает не лучшие времена, признались в авиакомпании. После двух катастроф с участием лайнеров 737 MAX, которые суммарно унесли жизни 346 человек, бизнес «Боинг» ощутимо пошатнулся. За первый месяц этого года американская корпорация поставила всего 13 самолетов. И среди них нет лайнеров 737 MAX. Тем временем французская компания конкурент Airbus получила 274 заказа. Теперь «Боинг» должна создать новое поколение самолетов, чтобы оставаться конкурентоспособной в будущем. В Европе с 9 февраля бушует ураган Сиара. Реки озера выходят из берегов, обесточены сотни тысяч домов, отменены авиа и железнодорожные рейсы. Стихия забрала жизни 9 человек. Смертельные случаи зарегистрированы в Польше, Швеции, Великобритании, Словении, Германии, Чехии и Италии. В 35 департаментах Франции объявлен предпоследний оранжевый уровень опасности. В Париже в связи с непогодой для посещения закрыли Эйфелеву башню. А на острове Корсика сильный ветер стал причиной увеличения площади лесных пожаров. Кинопремия «Оскар-2020» прошла в Лос-Анджелесе в ночь с 9 на 10 февраля. Триумфатором 92-й церемонии награждения стал фильм «Паразиты». Картина получила 4 награды из 6, на которые была номинирована. Это лучшая режиссура, лучший фильм на иностранном языке, лучший оригинальный сценарий и, конечно, самое главное, лучший фильм. Лучшим актером 2020 года стал Хоакин Феникс за роль в фильме «Джокер». А актрисой признали Рене Зильвегер за картину «Джуди». В этом году свою первую статуэтку получил и Брэд Питт за роль второго плана в «Однажды в Голливуде». А лучшим анимационным полнометражным фильмом признали «Историю игрушек 4». Стало известно имя самого пожилого мужчины. Ему 112 лет. Это житель Японии Титецу Ватанабе. Он родился в 1907 году. Представители Книги рекордов Гиннеса официально подтвердили эту информацию и вручили Ватанабе соответствующий сертификат. Молодостью он работал на производстве тростникового сахара, затем в сельскохозяйственной организации. Однако даже после выхода на пенсию и внушающих цифр в паспорте японец продолжал оставаться активным. Ватанабе усердно трудился на ферме до тех пор, пока ему не исполнилось 104. Вероятно, благодаря постоянному движению японец и достиг такого немалого возраста. Встрелы любви и слова признаний мир отпраздновал День Святого Валентина. Медиахолдинг «Бабруйское житье» тоже не осталось в стороне. На протяжении всего дня влюбленных на волнах радио «Зефир» звучали поздравления. А в соцсетях слушатели активно участвовали в розыгрышах. Кому достался главный приз «Сладкого радио», расскажет Анастасия Шевцова. В День Святого Валентина отовсюду звучат слова любви и поздравления. Телеканал «Бабруйск-360» и радио «Зефир-ФМ» тоже не остались в стороне в День Всех Влюбленных. Накануне «Самое сладкое радио» объявило о традиционном конкурсе среди слушателей. Нужно было всего лишь поделиться историей примирения, которое начиналось бы со слов «Чтобы помириться я». Кому достанется приз «Романтический ужин в ресторане», решала администрация заведения. Наступил тот самый момент, когда мы готовы огласить имена победителей нашего конкурса, кто сегодня выигрывает «Романтический ужин» в кафе «История». Только что руководство этого замечательного заведения сделало свой выбор. И я перехожу на страничку, проверяю, условия выполнены ли, все правильно так. И, собственно говоря, Татьяна и Дмитрий, которые прислали свою историю «Как помириться», вы становитесь сегодня обладателями сертификата и проведете прекрасно этот день, День Святого Валентина, в кафе «История». Счастливчики Дмитрий Ермолецкий и Татьяна Фещенко. Пара вместе уже почти 20 лет. День Святого Валентина проводят в теплой домашней обстановке без лишнего пафоса. Но в этот раз Татьяна решила попытать удачу и приняла участие в конкурсе своего любимого радио. Признается, идея была спонтанной. Никогда не принимала. Вот первый раз и все. А теперь буду. На ключевой вопрос, чтобы помириться я, Татьяна ответила, что представляет, будто поссорилась с мужем навсегда. И тот никогда больше не скажет ей ласковых слов, не подарит цветы и не принесет свежесваренный кофе. Татьяна к таким изменениям не готова и сразу идет обнимать любимого человека. Дмитрий полностью солидарен с женой. Говорит, нужно перестать обращать внимание на мелкие конфликты, которые зачастую перерастают в большие ссоры. Больше беседовать с друг другом и решать проблемы диалогом всегда, а не какими-то там эмоциональными поступками. Стараться как-то найти какой-то, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, консенсус. Находить выход из положения, не кидаться в крайности. Медиахолдинг «Бобруйское житё» присоединяется ко всем сказанным словам и поздравлениям. Мы желаем, чтобы в ваших сердцах всегда жила любовь. И, конечно, оставайтесь на волнах самого сладкого радио. «Зефир-ФМ» радует своих слушателей каждый будний день. Анастасия Шевцова, Максим Галеонко, Владимир Гребеневич. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами была Мария Бересневич. Увидимся в следующее воскресенье ровно в 20.30. До встречи и хорошей рабочей недели. Редактор субтитров А.Семкин